Hello children, and today we have the theme have got, has got. Что это за странная конструкция, которая имеет два слова? Have got или has got. Эта конструкция переводится как иметь что-то, чем-то обладать. Например, I have got blue marker, I have got yellow t-shirt, I have got glasses. То, что у меня есть. Эта конструкция подразумевает собой то, что главный герой что-то имеет. Запишем. Наш основной глагол называется to have got. Он переводится как иметь. У него есть две формы в зависимости от того, какой главный герой стоит на первом месте и какая форма будет к нему относиться, зависит только от него. Запишем. Первая форма – это have got. Она используется для того, чтобы мы могли сказать, что чем-то обладает. I, то бишь я, you, ты, we, мы, вместе или же they. I, you, you, we, they. Другая форма называется has got. Она переводится точно так же иметь. Это просто две разные формы. Перевод у них абсолютно одинаковый. Никаких отличий нет. Это просто две разные формы. Допустим, когда я иду на работу, я одеваю вот такой костюм, а когда я иду гулять, я одеваю платье. Но это же не значит, что я как-то изменилась. Нет, это не значит. Я вот как была Дарья Владимировна, так и осталась Дарья Владимировна, где бы я ни находилась. Я только переодеваюсь. Так же и глагол. Он никак не меняется. Только немножко переодевается. Has got используется для he, she или it. He – это он, she – она, it – оно. Мы не говорим слово иметь. Мы не будем говорить «Я имею кота». Оно как-то плохо звучит. Мы говорим «У меня есть кот». Сейчас мы попробуем переделывать предложение в первую очередь для того, чтобы понять, как с нам справиться со словом «иметь», которое мы обычно упускаем, говорим другую форму. Мы говорим предложение. Начинаем его с «У». Потому что «У» – кого-то, что-то есть. Вот этот «кто-то», являющийся обладателем, он будет главный герой. Например, «У него есть кот». У него есть кот. Кто здесь главный герой? Кот? Нет, не кот. Кот просто у кого-то есть. У кого-то есть кот. Вот, может, у меня нет кота. У тебя, может быть, есть кот. И ты говоришь «У меня есть кот». Но кот не главный. Не важно, что стоит в конце. Не важно, будь то кот, собака, тигр, брат, дом или все, что угодно. Это не важно. Важно, кто это имеет. Вот, у него есть кот. Да? У него есть кот. Вот, главный герой – вот этот человек, который чем-то или кем-то обладает. Он может похвастаться, что «У меня есть три брата». Он скажет «I have got three brothers». У меня есть три брата. Три брата здесь будут ни при чем. Они живут своей собственной жизнью. Главный человек тот, который говорит, что у него что-то есть. Вот этот обладатель, вот этот обладатель имеет значение. И больше ничего. Это главный герой, это глагол, а это все остальное. Оно не имеет такого сильного значения. И мы не обращаем на него внимания. Нам не важно, что он имеет. Не важно, какое количество чего он имеет. Мы ориентируемся только на главного героя, на того, кто имеет эту вещь. Или несколько вещей, возможно. У меня есть предложение. У него есть кот. Для нас это нормально. Для англоговорящих людей это ненормально. Ничего не понятно. Какое-то «у» откуда это выросло. Как это «у»? Устало. Нет, это «у него». Непонятно. Нам нужно переделать предложение. Мы переделываем его с удобным нам глаголом «иметь». Ну, а здесь давайте подумаем. Кто у нас тут что-то имеет? Кот ничего не имеет. Повторяю. Кот не имеет ничего. Имеет вот этот человек. Значит, главный кто? Кто главный, если у него? Мы задаем вопрос. Кто главный? И получаем ответ, что главный обладатель здесь он. Он что делает? Имеет. Кого он имеет? Вот этого самого кота, написанного синим маркером. Он имеет кота. И вот в этом случае нам уже удобно переводить предложение. Мы уже подстроились под англоговорящее население. У нас все просто. Главное не забывать, что есть две формы. Have got и has got. Я их вот здесь напишу еще разочек. Have got и has got. Он имеет кота. Так, ставим плюсик. He. Я помню, что для he будет форма has got. He has got a cat. Он имеет кота. Отлично. Минус. Он не имеет кота. Обратим внимание, что этот самый нот ворвался и протиснулся между двумя частями глагола. Он не стал перед, он не стал после. Он запрыгнул прямо в серединку. Вот его место. Может быть, ему было холодно. И он запрыгнул прямо в серединку. Прямо в серединку. Он всегда стоит между этими двумя словами. He has not got. Он их разрывает. Стоит между ними. He has not got. При этом он ни в коем случае никого никуда не девает. Вот у нас был has. Has есть. Вот у нас был год. Год на месте. Ничто, никуда не делось. Он не имеет кота. Хорошо. Вопросительное предложение. Когда мы хотим уточнить, он имеет кота? У него есть код? Мы не знаем. Нам нужно уточнить. На первое место выходит has. Has выходит на первое место точно так же, как выходил глагол, например, is. Или глагол m. Или глагол a. Он выходит на первое место. Вот он. Has. Мы его закрыли ручкой. Закрыли. И дальше переписываем то, что у нас осталось. Обратите внимание, я закрываю плюсик. Я не в вопросе не пишу никаких нот. Я не пишу о том, что он не имеет кота. Меня не интересует этот вопрос. Я спрашиваю положительного варианта. Он имеет кота? Без всяких нот. Has. He. Got. Вот. Has закрыла. Закрыла. Has. Переписываю. He. Got. A cat. Has. He. Got a cat. Ответы. Предположим, да, у него действительно есть код. Нам повезло. Yes. He. Has. Got. Или нет. Мы в полном провале. У него совсем не оказалось никаких котов. Тогда мы скажем нет. No. He. Has. Not. Got. Not. Опять в серединке греется. Он опять никуда не исчез. Никого никуда не пододвинул. Yes. Главный герой. Глагол. Если бы у нас было предложение, допустим, у девочек. У девочек есть друзья. Друзья. Кто главный герой? Главный герой тот, который стоит после ум. И никакие не друзья. Вот они. Вот они главные обладательницы чего-то. Ну, в данном случае, друзья. У девочек есть друзья. Друзья. Мы бы переписывали это предложение. Девочки имеют друзей. Как это получилось? У девочек есть друзья. Кто здесь главный? Девочки. Девочки что имеют? Девочки имеют друзей. И когда бы мы писали плюс-минус вопрос, мы бы писали о том, что girls, и знали, что girls мы заменяем словом they. Только мы не пишем это they, да? Мы его держим в голове. Точно так же, как происходило с глаголом to be, когда у нас был мальчик хороший, мы писали не boy, he is good, а мы boy знаем, что это he, мы держим это he в голове, и мы пишем boy is good. Также girls, девочки, это я, ты, он, она, оно, нет, это они, девочки, они. Girls, they, к they относятся форма глагола не has got, а have got. Have got friends. В отрицательном варианте это было бы girls, have, not, got. Нот опять пролетел в серединочку. Friends. И в отрицательном варианте это have, girls, got, friends. И только в ответах, зная то, что у нас нельзя использовать ничего, кроме места имени, после yes и после no, мы бы записывали таким образом. Yes, they, потому что девочки, это they have got, and no, they have not got. Обращаем внимание, нот в серединке между have и got. Вот он, нот в серединке между have и got. Have вышел на первое место, исходя из плюсика, а все остальное переписалось. Girl, got, friends. Ничего не потерялось. Вопрос. 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 Продолжение следует...